МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вечный огонь встречали сотни жителей региона, школьники, учащиеся техникумов, студенты вузов, суворовцы, представители молодежных и ветеранских объединений, а также представители трудовых коллективов и муниципальных образований. Финишировала эстафета на площади 30-летия Победы. Капсулу с пламенем к чаше Вечного огня у монумента славы на площади 30-летия Победы принесла ветеран Великой Отечественной войны, участница Орловско-Курской битвы Марии Пастухова. От лампы Вечного огня зажгли факел, который глава региона Сергей Морозов преподнес к чаше. Затем капсулу с пламенем передали во все муниципальные образования Ульяновской области. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это одно из самых запоминающихся событий за последние многие-многие десятки даже лет. Я хочу сказать о том, что мы сегодня с вами прикоснулись ко всем святым местам, памятным местам нашей великой истории. Вы знаете о том, что мы не нападали на Германию. Вы знаете о том, что мы достаточно очень дружелюбная нация. Вы, наверное, знаете о том, что именно Россия, именно Советский союз, Советский народ внес основной вклад в победу над фашистской Германией. Это был страшный враг. Это был действительно очень опасный враг, и не только для нас, а для всего мира. Мы помним, о чем говорил Гитлер, когда хотел завоевать Европу и хотел завоевать Советский союз, расчленив всех и сделав их всех, все эти огромные количества народов, просто обыкновенными рабами. И вот и вчера, и сегодня я увидел о том, что мы не только не забыли то, что сделали наши деды и прадеды, и бабушки, и прабабушки, но и послали хороший, добрый сигнал. Вам, нам, следующим поколениям, которые придут на смену нам, что великий народ, российский народ, многонациональный народ, а может быть даже не только российский, а вообще в целом весь народ всегда будет придерживаться истинных принципов мира. Мы любые конфликты можем решить миром. И я хотел бы, чтобы все прекрасно это все понимали. Ну и, конечно, мне было сегодня приятно видеть о том, что вместе с ветеранами присутствуют здесь, на этой замечательной главной площади Победы Ульяновской области, наши молодые люди, наши мальчишки и девчонки, которые понимают смысл происходящего. Я почувствовал себя еще раз маленькой частицей огромного народа, народа победителей. Я горд тем, что судьба мне предоставила возможность сегодня поучаствовать в этом замечательном событии. В рамках празднования 70-летия Победы в Димитровграде открылись отреставрированные и новые мемориалы, посвященные героям войны. В церемониях открытия бюстов героям СССР на Аллее Славы и музейной комнаты Меликеский райвоенкомат 7 мая принял участие губернатор Сергей Морозов. На проведение реставрационных и благоустроительных работ на мемориалах Славы в Димитровграде в 2014 и 2015 годах было направлено более 4 миллионов рублей. Отремонтирована площадка у Вечного огня, памятник Родина-Мать на Аллее Славы, пьедестал, сформированные дивизии, тротуар у Вечного огня, памятник детям блокадного Ленинграда, обелиск погибшим в Афганистане, а также памятник димитровградцам, погибшим в локальных военных конфликтах последнего времени. В этот же день в Димитровграде состоялось зажение Вечного огня. Я хочу напомнить, в общем-то, известные исторические факты. 7 мая 1945 года. До Великого дня победы осталось всего два дня. Советские войска еще вели кровопролитную берлинскую операцию, а до завершения боев в Чехословакии оставалась почти неделя. И в этот день в немецком городе Реймсе представителями Верховного командования Вермахта, Верховного командования западных союзников и представителями Ставки Верховного главнокомандующего Советского Союза был осуществлен акт подписания о предварительной капитуляции гитлеровской Германии. И сегодня, дорогие мальчишки и девчонки, через 70 лет, 7 мая 2015 года, в городе Ульяновске мы дали старт празднованию 70-летней годовщины Великой Победы в нашем регионе. Буквально пару часов назад в Ульяновске на площади 30-летия Победы был зажжен частицей вечного огня у могилы неизвестного солдата в Москве, факел вечного огня у обелиска Славы на главной площади Победы Ульяновской области. А буквально вчера вместе со мной представители нашей области приняли участие в торжественной церемонии старта акции эстафеты вечного огня. С воинскими почтями, с особыми воинскими почтями частицы вечного огня передали, кроме нашей области, еще 26 регионам нашей великой страны. А сегодня здесь, в замечательном городе Мерикесия, ныне Димитровграде, на Аллее Славы Героям Советского Союза, мы вместе с вами, люди разных поколений, разных национальностей, но в единый народ мы продолжаем целую череду праздничных мероприятий Года Национальной Памяти и Славы, мероприятий 70-летнего юбилея нашей Великой Победы. Я вполне честно по-государственному откровенно говорю Димитровградцам огромные слова благодарности за такое уникальное место, которое вы создали, которое вы из поколения в поколение благоустраиваете, обихаживаете, за ту память, которую вы передаете из поколения в поколение, в том числе устанавливая бюсты в память о земляках Димитровградцев, героях Великой Отечественной войны. Хочу искренне поблагодарить в вашем присутствии главу города Николая Анатольевича Горшинина, его команду, всех жителей моего, нашего с вами замечательного города. Сегодня Аллея Славы получает свое логическое завершение. Мы только что открыли бюсты еще трем героям Великой Отечественной войны, трем героям нашей огромной великой страны. Как говорилось раньше, это надо не мертвым, это надо живым. И действительно, находясь здесь, я, как и многие из вас, испытываю огромные, сильные, человеческие чувства. Это и комок горлу, когда с трудом сдерживаю рыдание, оценивая из нашего времени масштаб Великой войны. Масштаб катастрофы и масштаб трагедии, которая пришла в каждую семью. Это и чувство гордости за наших отцов, дедов, прадедов, мам, бабушек, прабабушек, за их героизм, за их мужество, за их каждодневное преодоление, за их маленькие победы, которые в совокупности выросли, в общем-то, великую победу. это и искренняя, я повторяю еще раз это слово, искренняя ненависть к любой нечисти, которая сегодня поднимает голову. С одной стороны, это нечисть нацизма, национализма, попытка превосходства одной нации над другими, а с другой стороны, это нечисть, которая пытается умолить наши национальные достоинства, ослабить таким образом великую страну, Россию, и подспудно попытаться отнять нашу великую победу, которая принадлежит нашим родителям, да и нам в том числе. Здесь, на этом месте, нельзя оставаться равнодушными. Сегодня мы вспоминаем всех тех, кто не дожил до этого дня, кто отдал свою жизнь, защищая родину от фашизма. Из более чем 260 тысяч ульяновцев, которые ушли на фронт, домой не вернулось 121 тысяча наших земляков. За проявленное мужество и героизм 165 наших с вами земляков были удостоены звания Героя Советского Союза, а 29 человек стали полными кавалерами Ордена Славы. Вечная память, вечная слава всем тем, кто сложил свои головы на полях сражений, кто не дожил до этого светлого дня. Вечная память и слава павшим защитникам Отечества. Дорогие ребята, больше всего конечно я обращаюсь к вам. Это наш с вами, с вашими родителями, с вашими братьями и сестрами святой долг хранить в веках память об отцах и дедах, о прадедах, о всех участниках той страшной войны. Ну и конечно я хочу сказать огромные слова благодарности, человеческое спасибо вам, дорогие ветераны Великой Отечественной войны. Мы знаем, что вы самоотверженно боролись за свободу и независимость нашей Родины на фронте, в тылу. Это вы выстрадали самую дорогую, самую трудную, самую справедливую, самую честную победу в мировой истории. Это на вашу долю. Дорогие фронтовики, выпали суровые подчас нечеловеческие испытания. Но это и вы одновременно доказали, что никакой враг не сможет нас не сломить, не запугать, не победить. Что у нашей Родины есть и всегда будет огромный запас прочности. За это вам огромный низкий и низкий поклон всем, кто в лихолетии растил хлеб, кто делал снаряды, кто ставил на ноги раннеров, кто терпел, кто верил, кто ждал. Мы помним нашу историю и преклоним к билсту героям Советского Союза. В преддверии 70-летия Победы в Ишеевке Ульяновской области открыли бюст героя Советского Союза Андрею Шигаеву. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Сергей Морозов. Он назвал установку памятника нашему земляку важным и ответственным шагом. Мы не дадим опорочить и забыть наших героев. Одним из них и был наш с вами земля, герой Советского Союза Андрей Васильевич Шигаев. Мы только что сейчас торжественно открыли ему этот бюст. нет сегодня для нас более важной и одновременно насущной задачи, чем сохранить для потомков память о той страшной войне. Об этих людях, об их сохраняются поклоняй колокольчику и сад. Спасибо, продолжаем. Пойдемте. Товарищ полковник, войска Ульяновского территориального гарнизона для парада вознаменования победы в Великой Отечественной войне построены. Командующий парадом под полковником Шабуров. Праздничный парад победы в Ульяновской области 9 мая собрал порядка 15 тысяч человек. В его организации приняло участие около 1400 человек, в том числе более 1100 военнослужащих. Было задействовано 15 единиц наземной воздушной техники. В День Победы праздничная программа открылась с торжественным прохождением войск Ульяновского территориального гарнизона. Впервые в прохождении войск приняли участие казаки, а наравне с ними и школьники, финалисты областного конкурса «Смотра, строя и песни», старт которому был дан осенью прошлого года на митинге, посвященном военному параду на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года. На региона смогли услышать выступление президента Российской Федерации Владимира Путина. С приветственным словом к собравшимся выступил губернатор Сергей Морозов. От лица государственной власти Российской Федерации, от лица государственной власти Ульяновской области поздравляю вас всех с 70-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. День Победы всегда был и остается самым важным, самым народным, самым объединяющим праздником для всех поколений россиян. Ведь все мы независимо от возраста чувствуем его сердце и бережно храним в памяти все, что услышали и узнали когда-то о том, как добывалась Великая Победа. Сегодня достаточно только одного слова Победа. И все мы точно знаем о какой победе идет речь. Оно отзывается в нас мы сражались за Родину. Она наполняет чувством гордости мы народ победителей. И в то же время застываем в слезах они погибли. Чтобы жили мы. Опытные командиры совсем юные солдаты. Вчерашние школьники, мирные сельские труженьки и замечательно отважные девушки все в один момент, когда Родина позвала, стали воинами, стали защитниками Отечества. Едва ли кто-то из них отправлялся на фронт за орденами и славой. Никто не хотел войны. Все хотели жить. Но еще больше они хотели, чтобы жили их дети и внуки. Жили в свободной и сильной стране. Танкист-герой Александр Голиков находясь в окружении в горящем танке писал в последнем письме своим родным сквозь пробойной танка я вижу улицу зеленые деревья цветы в саду яркие яркие у вас оставшихся в живых после войны жизнь будет такая же яркая красочная как эти цветы и счастливые и здесь записка обрывается за эту подаренную жизнь мы каждый день говорим спасибо героям победителям их подверг не меркнет в веках вечная память и вечная слава всем павшим на фронтах великой отечественной войны низкий поклон всем ветеранам которые сегодня рядом с нами вы и ваши боевые товарищи дорогие ветераны уйдя на фронт простыми ребятами навсегда стали героями нашей великой страны подарившими мир всему миру остановившими врага перед которым все остальные страны безропотно склонили головы благодарим вас благодарим вас всем сердцем за то что наша родина осталась непокоренной а наш дух не сломленный за то что научили нас верой и правдой служить отечеству уважать себя и гордиться великой страной в которой выжили и мы живем огромен вклад нашей малой родины великую победу более 260 тысяч земляков были мобилизованы на призывных пунктах ульяновской области здесь были сформированы 9 стрелковых дивизий подготовлены более 12 тысяч офицеров за беспримерное мужество и героизм в борьбе с врагом 165 ульяновцев удостоились высокого звания героя советского союза мы жители ульяновской области гордимся тем что наши земляки отважно сражались на всех фронтах великой отечественной войны проявляли беспримерное мужество в боях за москву на курской дуге под сталинградом спасали жителей блокадного ленинграда и освобождали города восточной европы дважды герой советского союза легендарный летчик иван семенович полбин один из героев панфиловцев Николай Максимов командир танковой роты уничтоживший за два дня боев тремя танками 31 вражеский танк Владимир Хазов автоматчик Александр Матросов чей подвиг вошел в историю человечества командир противотанкового орудия кастадин Милашин в боях под Берлином отбивший 12 вражеских атак и продолжавший сражаться в одиночку до самой гибели пятеро из 12 гвардейцев десантников героев свири все они наши с вами земляки люди беспримерного мужества и беспримерной отваги мы никогда не забудем их всех и кто с той войны не вернулся и кто отдал жизнь за нашу родину за нашу великую победу вспоминая о победе мы помним не просто об историческом событии а в первую очередь о людях об их поступках об их нравственном выборе который в итоге и предрешил итог войны ведь даже перед лицом смертельной опасности каждый из них прежде всего оставался человеком с большой буквы красная армия побеждала не только когда громила врага но и всякий раз когда солдат рискуя жизнью спасал раненого товарища превозмогая боль и страх поднимался во весь рост и шел в атаку когда отдавал свой скудный паек голодающим детям блокадного Ленинграда когда даже к побежденным и наголову разбитым фашистам относился снисходительно доказывает тем самым что нашему народу чужда агрессия и жестокость что мы с вами хотим только мира из таких каждодневных нравственных побед простых людей сплоченных общей целью сложился великий подвиг великого нашего с вами народа наши отцы деды и прадеды не дрогнули перед страшным натиском врага а значит и мы с вами не должны бояться во весь голос говорить о нашей великой победе о ее значении для всего мира пусть сегодня кому-то не хватает смелости признать правду о войне но мы узнавшие ее от родных и близких живых участников великой отечественной войны никогда ее не отдадим и никогда от нее не отступим и как самое главное нравственное достояние передадим нашим детям дорогие друзья дорогие ветераны для нас большая честь и радость видеть что то что главные герои победители в этой страшной войне в этот торжественный день лично принимают поздравления низкий поклон вам о вашем лице и всем ветеранам великой отечественной войны ваши судьбы это история большой и непобедимой страны это урок всем следующим поколениям это завет любить свою родину жить честно жить достойно все что мы можем сделать для вас сегодня мы делаем это искренне от всего сердца но как бы много не сделало государство самым дорогим подарком для наших уважаемых ветеранов на мой взгляд остается внимание и забота подаренная юными ульяновцами в рамках подготовки к 70-летию победы мы провели целый ряд всероссийских и региональных патриотических акций главными участниками которых стали дети и молодежь почти 6 тысяч ульяновских волонтеров взяли на себя заботу о благополучии одиноко проживающих ветеранов участники акции помним всех заботимся о каждом помогали ветеранам в уборке квартир территории решали бытовые вопросы устраивали праздники и концертные программы с большим интересом ребята отнеслись к областному патриотическому проекту 1418 огневых верст ульяновская область участвует в эстафете вечного огня в традиционной всероссийской акции георгиевская ленточка а сегодня школьники и студенты трудовые коллективы предприятий пройдут колонны по улицам города с портретами своих родных участников великой отечественной войны это наш с вами бессмертный полк который навечно останется в нашей памяти в наших с вами сердцах по всей стране этой весной в памяти о поколении победителей посажен лес победы 27 миллионов деревьев в ульяновской области 121533 дерева именно столько наших земляков сложили головы на фронтах великой отечественной войны настоящим народным делом стало создание памятника детям войны он был открыт 10 дней назад на обновленной площади 30-летия победы в одном из самых красивых самых знаковых памятных мест нашего региона в этом году рядом с ним появилась аллея в честь 16 пионеров и комсомольцев героев великой отечественной войны отдельно я хотел бы поблагодарить всех детей всех родителей и педагогов которые помогали в проведении этих поистине государственных общественных патриотических акций проявили искренний интерес к истории страны и нашего региона героическим судьбам солдат победы и труженикам тыла я уверен что дети которые однажды соприкоснулись с этой темой уже никогда не усомнятся величия нашей родины ибо растут мужественные и сильными людьми достойными наследниками победы уважаемые земляки сохранить память о великой отечественной войне каждом ее участнике наш моральный долг перед старшим поколением помнить каждое имя восстановить правду о каждой судьбе и каждом подвиге наша с вами святая обязанность которую мы выполняем и будем выполнять но самое главное обо всех них командирах рядовых увенчанных славой героев и упокоенных в братских могилах неизвестных солдатах мы давно знаем они были патриотами они сражались за родину дорогие ветераны от имени всех ульяновцев я еще раз сердечно благодарю вас за ваше мужество и стойкость за вашу внутреннюю нравственную силу которую не сломила даже самая мощная очень опасного врага за ваше умение достойно жить за вашу мудрость за вашу безграничную любовь низкий вам поклон слава солдатам великой отечественной войны слава народу победителю слава ульяновской области региону труженику с праздником дорогие ульяновцы с днем великой победы он поблагодарил ветеранов великой отечественной войны за подвиг во имя мира на земле в этот же день состоялась всероссийская общественная акция шествия добровольцев бессмертный полк в ней приняло участие порядка 15 тысяч человек в рамках театрализованного концерта родины и победа для ветеранов и гостей праздника выступили лучшие коллективы ульяновской области детского сводного тысячного хора региона а также ансамбля песни и танца гандрлаг из чехии коллектива греческого культурного центра из москвы в театрализованной концертной программе приняли участие школы искусств ульяновская областная филармония центр народной культуры региона хоровое музыкального училища хоры общеобразовательных школ после парада победы 9 мая глава региона посетил госпиталь ветеранов войн и встретился с ветеранами Великой Отечественной войны в настоящее время в лечебном учреждении на стационарном лечении находится около 100 человек половина из них участники инвалиды Великой Отечественной войны вдовы фронтовиков труженики тыла Сергей Морозов встретился и поговорил с каждым ветераном пожелал поколению победителей долгих лет жизни и крепкого здоровья песня песенка девичья ты лети за ясный солнцем свет и бойцом на даме пограничье от Катюши передай привет совет ветеранов госпиталя врач областного клинического госпиталя ветеранов войн Наталья Александровна Шишкина Я хотел бы зачитать приветственную телеграмму которую только что сейчас мы получили в правительстве от Владимира Владимировича Путина Уважаемые и дорогие ульяновцы поздравляю вас 70-летием победы Великой Отечественной Войне Великая Победа Бесценное достояние нашего народа мы должны бережно хранить память о подвиге наших отцов и дедов которые отстояли свободу и независимость Родины подарили человечеству радость мирной жизни и эту историческую правду передать своим детям и внукам Уверен что День Победы всегда будет символом нашего национального триумфа народного единения воинской славы и трудовой доблести Желаю вам успехов осуществления намеченных планов и всего самого доброго с огромным уважением к вам ульяновцы президент России Владимир Путин Дорогие друзья я хотел бы присоединиться к этим замечательным словам верховного главнокомандующего нашей страны нашего президента Владимира Владимировича Путина я хочу еще раз обратить ваше внимание что сегодняшним праздником не заканчивается наша с вами огромная работа связанная с продолжением увековечения памяти о героях Великой Отечественной войны это и те кто воевал в сражениях это и те кто находился в осажденном Ленинграде это и те кто был в глубоком тылу и ковало там нашу общую победу это и те кто может быть тогда только родился но не меньше чем отдельные взрослые сразу же как только вставали на ноги помогали своим родителям а значит помогали нашей великой стране в том чтобы как можно быстрее победа пришла в нашу страну дорогие друзья посмотрите вокруг себя сделайте так чтобы никто не забыл эту великую победу сделайте так чтобы мы с вами помнили подвиг каждого из членов своей семьи сделайте так чтобы наша страна была одной из самых сильных комфортных а самое главное очень уютных для нас с вами для россиян я хочу вас попросить сейчас вот дружно крикнуть и выразить таким образом свою любовь к нашей стране да здравствует великая россия да здравствует величий народ за нашу победу юрий рыбал за нашу Субтитры сделал DimaTorzok